Привет! Меня зовут Алексей Ниц, и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня расскажу про KeePass – бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом. Полное название программы – KeePassPasswordSafe. Это кроссплатформная свободная программа для хранения паролей, распространяемая по лицензии GPL. Это лицензия на свободное программное обеспечение, созданное в 1988 году, по которой автор передает программное обеспечение в общественную собственность. Программа, разработанная Домиником Райхлом, изначально существовала только для операционной системы Windows. Первая версия вышла 16 ноября 2003 года. KeePass поддерживает алгоритмы AES-256-bit и 2Fish для шифрования паролей своей базы данных. Программа переведена более чем на 40 языков, включая русский. KeePass имеет портативную версию программы, устанавливаясь в которую необязательно и можно использовать на флешке. Существует экспорт паролей в формате txt, html, xaml и csv, а также импорт из множества различных форматов. KeePass также поддерживает плагины. Существующие плагины доступны на домашней странице KeePass. Это импорт, экспорт, различные форматы данных, резервное копирование баз данных, интеграция, автоматизация и т.д. Обратите внимание, что плагины могут поставить под угрозу безопасность KeePass, потому что они написаны независимыми авторами и имеют полный доступ к базе данных KeePass. KeePass имеет так называемые форки для других версий, например для macOS, когда используется кодовая база программного проекта в качестве старта для другого. На сайте KeePassX.org можно найти всю нужную информацию и скачать программу. По функционалу она практически ничем не отличается от версии для Windows. Существует также сайт KeePass.ru, где можно найти информацию на русском языке, но настоятельно рекомендуется скачивать программу только на основном сайте KeePass.info. Теперь давайте посмотрим, как скачать, установить и настроить программу. На странице скачивания программы можно выбрать свой вариант, а также посмотреть, какие существуют неофициальные версии, например, для смартфонов. Можно выбрать портативную версию, которая не требует установки, или скачать полноценную программу. Я остановлю свой выбор на полноценной версии 2.34. Скачиваю устанавливаемый дистрибутив. Также можно скачать русификацию в разделе Translations. Скачиваем архив и разархивируем файлы в папку, где установлен KeePass. После этого запускаем программу и в меню View выбираем поменять язык и там выбираем русский. Итак, программа установлена и готова к работе. Теперь нужно создать новую базу паролей. Нажимаем файл, новый и создаем файл базы. После этого нужно создать основной составной пароль. Тот пароль, который будет запрашиваться при каждом входе в программу KeePass. По сути, будет необходимо запомнить только этот пароль. Остальные пароли будут храниться в программе. Придумываем сложный пароль, повторяем его и нажимаем ОК. Можно также изменить настройки безопасности паролей. Итак, теперь я вижу свою базу паролей и группы паролей. Можно удалять и создавать новые группы паролей, а также добавлять сами пароль в нужные группы. Так, для примера я добавлю пароль в группу интернет, к одному из сайтов, которым я часто пользуюсь. Для этого я нажимаю в меню добавления записей, ввожу описание, название, логин и также можно указать еще сайт. Программа мне уже придумала пароль, но так как для этого сайта пароль уже существует, я ввожу его здесь и подтверждаю и сохраняю запись. На втором примере я покажу, что в KeePass есть генератор паролей. Можно выбрать настройки будущего пароля, после чего нужно сохранить запись. Теперь, например, можно сменить пароли на более сложные, так как их не нужно будет запоминать. Итак, а как же теперь пользоваться KeePass? Для начала нужно загрузить программу и, как я говорил ранее, при каждом открытии программы она будет требовать ваш основной пароль. После того, как вы введете его правильно, вы можете выбрать нужный вам пароль и скопировать в буфер обмена как логин, так и сам пароль. Проверим, как это работает. Я копирую пароль и перехожу на сайт и вставляю его в соответствующее поле и логинюсь. Как видите, все получилось. Таким образом, KeePass это бесплатный менеджер паролей для Windows, который позволит использовать более сложные пароли и упростить вам жизнь, так как теперь придется запомнить только свой основной пароль, а другие пароли можно просто копировать из окна программы и вставлять в соответствующие поля.